Великой Отечественной войны 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 сам кипятит вот дедушка у нас боевой 90 лет дедушки два года я уже знаю что вы бегаете вот тогда даже больше наверно но обещает сколько уже комиссии по счету было приезжает уезжает я постоянно ну много было комиссии ну короче по первому разу они просто сделали ремонт на 100 тысяч по их смете 100 тысяч на 100 на 100 тысяч вы видели там ремонт 100 тысяч там кипятиву вроде 5 поддонов и поменяли окна да тут вот эти рамки поменяли через год они пластиковые и пластиковые просто деревянные уже покрылись плесенью конечно вот шире так замазали пластилином это вот три окна здесь поменяли да все замазали вот вот такие щели в полу у нас палец влазит рука влазит моя вот так дует отсюда а так живут наши фронтовики дедушка-то у тебя смотрю это боевой вот здесь протекает да а вот здесь еще окна поменяли да вот здесь сгнивли все бревна вот тут это говорит капитальный ремонт они делали то есть где видно они сделали а вот действительности она вот так происходит все как всегда для галочки щели запенены в стенах ну естественно дуть будет сделаешь вот это ремонт да все вот сгнившие прямо вот вот она вот показываю как она ломается все вот это гнилье люди боятся трогать потому что это все провалится просто краска держалась вот так фронтовики живут наши победители ветераны войны которые должны которые живут хуже чем побежденные немцы то есть вот деда надо спросить бывал ли он когда-нибудь за границей ездил ли он не откуда а в санатории ни разу санатории не было путевки хоть давали ему как не давали прошло году с города обратно вернусь я сам вернул не хочет просто хочет просто жить деревне спокойно да вот щель в полу опять же вот рука влазит у меня щель в полу только о том деньги да может щель большая вот такие ну не знаю комиссия чем видим синий вот щели такие вот тут такие зазоры у нас залезем сейчас на чердак эта печка уже разваливается сверху тут щели он там там ну на крыше тоже есть очень полно щелей дворные постройки сарайка которая упадет скоро вот сгнившие рамы это вот у них водопровод такой колодец ветеран сходил туалет надо проделать такой путь вот он благоустроенный евро туалет заходить внутрь не будем благоустроен благоустроенный санузел с финским унитазом это баня где наверное установлена джакузи все условия для ветеранов конечно замечательно ветеран великой отечественной войны участник сталинградской битвы здесь у нас баня по черному называется да тут света нету вообще нет света они моются тут без света да света нету вот такие щели тут предбанники вот такая копоть сажа это что что российскому ветерану хорошо то немцу смерть из-за этого наши и победили наверно что у них есть такая выдержка сила воли сила духа единственный ветеран на всю деревню амзибаш в таких условиях живет я не знаю как у чиновников хватает совести создавать видимость писать отписки что все в порядке они сами то живут они благоустроенных коттеджах домах многоэтажных что-то не нуждаются но вот эти ветераны можно обеспечить что под старость лет хоть пожилтых человек хотя бы со своим санузлом ванной прочими обычными обычными вещами в таких условиях живут это башки не один такой ветеран их много просто люди привыкли смирились со своей участью такой сегодня мы заезжали в администрацию главе колтасинского района где поговорили по душам сказали что взяли контроль над ветераном что будем следить за ситуацией по выделению средств по выделению квартиры ну видимо чиновники чего-то недопонимают все ссылаются на законы но мы все знаем как эти законы обходятся они в деревне амзибаш оформили доверенность от деда на председателя где председатель подписывает все бумаги сам то есть дед даже не знает что происходит что там выписывают что прописывают и в итоге сделали капитальный ремонт на 100 тысяч это два года назад и тем самым улучшили жилищные условия и теперь по закону дед не имеет прав на новое жилье давайте можно я скажу я 2 года назад уже начал эту ситуацию изучать я знаю как это все сделано там ссылаться на законы уже не надо мы знаем как это все делается как захват ходится законы мы знаем знаем уже как это все обходится то есть оформляется доверенность на председателя там кто фамилий петров до вояшев до бояшев бояшев тот естественно делает ему небольшое вложение там тысяч на 60 на 100 делает капитальный ремонт потом приходит комиссия оформляет что дом пригодный к жилью но тут вопрос наверно будет уже от следственного комитета к вам они человек не будет за бегать по порам и по судам просто знайте уже идет подлог мошенничество и про прочие там проблемы я понимаю что вас до этого в это время не было был нординов которым мы обращались но то надо вопрос этот решить наверное как-то так что получить ветерана жилье указ президента путина от 2009 года еще говорит о том что все ветераны независимо стоит он в очереди или чё должны получить жилье выделены огромные нуждающие но мы знаем мы знаем как это нуждающие становится ненуждающимся я говорю так же вот вы сделали ремонт ваши там люди и он стал ненуждающимся человек уже извините за выражение инвалид он уже не может не говорить ничего он просто по глупости оформлять доверенность и там что хотят то творят это мы все знаем все понимаем доверенность на по я же по я же естественно сделал капитальный ремонт все прямо несколько окон такие не очень хорошего качества и несколько венцов внизу здания и в итоге дом 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 признан пригодным для жилья чел да ветеран ходит туалет на улицу у него нет никаких условий коля я знаю он ремонтировал все за свой счет там потом после комиссии сейчас опять естественно вот столько денег вложил естественно все признают пригодным человек юридически да и люди не юридически неграмотный и колдасинский чиновники ну понимаете мы же к вам хотим на прием попасть поговорить это диалог конечно может растянуться очень надолго с вами просто да если комиссии мы вам мы вам написали обращение она там оставили в течение месяца вы обязаны ответить это как раз уже у нас будет 5 числа мы едем уже правительство и будем если вы не примете меры то естественно будем уже работать уже как мы работаем подключив прокуратуру российской федерации и следственный комитет или прочее прочее мы это дело можем раскручивать и поверьте мне мы дело доведем до конца если вопрос по ветерану не решится извините пожалуйста человек уже бегает несколько лет по отцу ветерану давайте тогда посмотрим как вообще живут в городе ветерана получают не получает и сделаем сравнение вдовы получают вдовы получают у нас жилье без проблем а у вас вот единственный ветерана всегда весь амзи башни может получить тем более не будем разные стороны просто обратившись а пока получили и мы всячески помогаем что не получает ну поэтому я объяснил поэтому комиссия там надо ехать туда сейчас показать комиссии 100 где есть проблемы дома поедем ну пожалуйста вы да вы новый глава как говорится давайте покажем работу по-новому ну я думаю наверное решится да у нас будем надеяться до свидания спасибо ну сегодня после посещения главы галтаси района мы предупредили что будем обращаться естественно комитета российской федерации прокурор российской федерации чайки по факту невыполнение невыполнение указа президента путина где они ясно дали понять людям своих указах что каждый ветеран должен получить жилье но на местах чиновники стараются мудрить совершают какие-то мошеннические действия подлог фальсификацию но все как всегда и везде в маленьких городах и селах то есть пытается обойти закон используя свое положение должен должностные полномочия сейчас вроде дело сдвинулась после нашего вмешательства с утра подъеду вот сейчас звонили вам откуда звонили господин сад вниз а афер канифович он звонил с колтасов какая должность у него зам по строительству я точно не колтасинского района администрации да что он говорил что предоставляем говорит я подожди он сказал мы признаем аварийным но свет и газ будет отключаться а что-то он про миллион говорил то но выдается сертификат для приобретения жилья отцу в городе потом не миллион там должен больше должен давать там вот я по татарстану изучал там порядком полтора миллиона вы это татарстан это башкирия тоталитарное государство не знаешь надеемся что ветеран доживет свои последние годы хотя бы благополучных условия свои ванны спокойно и комфортно